И когда человек наказан Богом за жизнь, а почему он, кстати, наказывается Богом? Потому что вы в прошлой жизни были духовно развитым человеком. И в этом духовном развитии вы решили понаслаждаться жизнью, в результате получили в этой жизни женское тело. Не простое женское тело, а благочестивое, у вас очень чистое сердце, вы чистый человек светлый, у вас очень духовно нацеленное сердце. Вот, вы получили хорошего человека в мужья, вы все от Бога получили, все, что вам нужно, и вы думали, что жизнь, она предназначена для того, чтобы наслаждаться тем, что имеешь. Но это был обман. И если бы вы все это время, живя со своим мужем вместе, ну или одна, занимались духовной практикой, просто использовали эти возможности, благочестивый человек не надо сильно много работать, чтобы жить. Ему не надо, понимаете, напрягаться как-то, не надо тяжелые отношения строить, потому что благочестивый человек может по-доброму относиться ко всем, у него сердце способно по-доброму все вопросы решать. Он не сильно огорчается на кого-то, не сильно радуется. Но если человек использует время в своей жизни не для того, чтобы слушать Бога, а просто жить, то тогда совесть, которая является опорой в жизни, она гаснет в отношении. Человек становится бессовестным. То есть просто направленность жизни была неправильной, и вы потеряли человека. Назад возврата уже нет. Вы не сможете в все отношения вернуться. Это невозможно. Вам надо начинать все сначала. Но начните с себя. Начните жить в духовной жизни. Молитва, духовная практика, алтарь, освященная пища, Господь. Совесть начнет жить в вашей судьбе. И все вернется сначала в вашей жизни. Получите хорошее отношение, хорошее свое. Получите ребенка. Все получите, все, что вам нужно жить. Продолжение следует...